Ну что, пришло время опять нашим очередным советам. Сейчас снег уже практически растаял, но морозная погода все равно стоит. И это сказывается на всех растениях, которые зимуют с листвой, либо с иголочками. Это, конечно же, в первую очередь это туи. Те туи, которые посажены неправильно, которые посажены на солнце. Сейчас вы уже приоткрыли укрытие, чтобы они дышали. Но еще немаловажно, если снег у вас уже стаял, то нужно обязательно пролить кипятком весь периметр, который находится под этой туей. То есть там, где находятся корни. Почему? Потому что срочно нужно пробудить корни для того, чтобы они начали пускать воду к самой зеленой масти. И тогда туя не будет так обгорать. Но погода такая может тянуться еще долго, и поэтому вот такой вот способ пролить это все горячей водой поможет земле побыстрее проснуться. Корневая она может продолжать развиваться и в холодной температуре, но для этого нужно все равно толчок. Солнце светит очень ярко, земля еще очень мерзлая. И вы можете уже через месяц, даже может быть раньше, недели через две увидеть, что ваша туя вся пожелтела. А восстановить ее, к сожалению, очень сложно. Тоже касается и лаванды, если она у вас сидит. Она прекрасно зимует, но вот сейчас самый тяжелый для нее период. И очень часто бывают такие случаи, что спасти ее практически невозможно. Она сгорает буквально за неделю под таким ярким солнцем. Также другие растения, которые у вас есть. Конечно же, там ели и сосны нет необходимости в таких манипуляциях, но о туях стоит позаботиться. Продолжение следует...